В Шадринском драматическом театре завершился 125-й театральный сезон. В сезоне были показаны спектакли «Старший сын», «Академия смеха» и другие. Юные зрители посмотрели «Снежную королеву» и «Неправильную сказку». В этом году приз зрительских симпатий завоевал актер Михаил Храмов. На закрытии сезона была показана премьера комедии «С днем танкиста». В скором времени актеры отправятся на гастроли по городам региона. Команда Зауральского УМВД победила в турнире по мини-футболу. Межрегиональные соревнования в Уральском федеральном округе прошли в Тюмени. Курганские полицейские выиграли со счетом 4-3 и заняли первое место. Команду ждет поездка в Самару на чемпионаты МВД России по мини-футболу. В Кургане прошел фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле». На протяжении всего дня на фестивале работали 11 площадок. Гости фестиваля первыми увидели вышитую карту Курганской области. Всех желающих угостили национальными блюдами народов региона. Были представлены изделия ручной работы от лучших мастеров. Детям театр «Кукол» показал спектакль «Петрушка-ураган» из города Курган. Главным событием фестиваля стал концерт кубанского казачьего хора. 12 июня прошел областной фестиваль паром-рестлингу среди глухих. В абсолютных категориях среди женщин третье место заняла Евгения Калугина. Среди юниоров первое место завоевал спортсмен из Шадринска Владислав Букрин. Пятые и шестые места поделил Денис Орефьев. В категории 90 плюс килограмм третье место у Владимира Мордовина. В селе Китово завершился зональный отборочный турнир по меню футболу. В турнире «Золотой колос» участвовали пять сельских команд. Команда Китовского муниципального округа вошла в финальный турнир соревнований. Второе место заняла команда Притобольного района. На третьем месте финишировали футболисты Макушинского муниципального округа. Курганское правительство выделило 787 миллионов на школу в Шадринске. Сдать объект планируют не позднее 20 ноября 2023 года. Школа будет располагаться по адресу улица Василия Черемисина, дом 3. Трехэтажное учебное здание рассчитано на 1100 учеников. Школа будет включать в себя три блока с двумя внутренними дворами. Школьники Лебяжья повторили правила безопасного поведения. Для закрепления теории сотрудники МЧС провели практические занятия. Ребята повторили правила безопасного поведения на воде, затем вспомнили правила при нахождении дома без родителей. Дети познакомились с огнетушителем и попробовали его в действии. Больше всего школьникам понравилось устройство ликвидации возгорания. Астрономы нашли новый класс нейтронных звезд – зомби-пульсар. Небесный объект находится примерно в 1300 световых лет от Земли. Большинство пульсаров вращаются со скоростью свыше оборота в секунду. Найденный пульсар уже не должен испускать радиоимпульсы. Однако он производит по крайней мере 7 разных радиоимпульсов. Пульсар побил предыдущий рекорд оборотов с самого медленного пульсара. В мире зафиксирован двухлетний минимум смертей от COVID-19. За неделю в мире от коронавирусной инфекции умерло 6900 человек. Лидер по приросту больных COVID-19 уже пятую неделю занимает США. Там за 7 дней выявлено около 660 тысяч новых случаев. В Заурале 11 июня зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции.